здравствуйте перед тем как я начну я скажу что меня зовут носатого юля и я родом из маленького города со странными традициями когда кто-то выходит когда кто-то выходит замуж или женится родители невесты продают ее за какие-то символические ритуальные подношения чаще всего это деньги или алкоголь когда я в свои 15 лет продавала свою сестру я стояла как гендальф и кричала что ты не пройдешь жених решил со мной не торговаться и он просто подсунул мне он подсунул мне вот такую вот бумажку и сказал иди и сказал окей 100 долларов классно 15 лет глаза закрыты радостью через пять минуток казалось что я продала сестру за фальшивые 100 баксов собственно потом я поступила на издательско полиграфический факультет в кп и и теперь меня уже никто не обманет гештальт закрыт туда тут был мемчик ну ладно перед тем как я начну рассказывать о том какие защитные элементы есть на деньгах я хочу рассказать о том чтобы вас память не произошла такая же история как со мной я скажу что деньги вот так вот не делаются они делаются так даже книги то есть вот нет специального принтера для печати денег вернее есть принтер для печати книг они маленькие такие станции печатные но это извращение и его можно себе позволить только при очень маленьких тиражах вот так вот выглядит печатная машина здорового человека и вот на ней делаются практически вся полиграфическая продукция но не на конкретно такой машине но такого масштаба машинах с которой вы сталкиваетесь реальной жизни очень много вещей с которыми вы всталкиваетесь реальной жизни на самом деле нуждаются в защите потому что если есть что-то дорогое то очень многие недобропорядочные личности хотят получить это подешевле или бесплатно и начиная от талончика метро и заканчивая бумага бумага для сигарет но это тема для отдельной лекции как печатаются все эти вещи когда мы говорим о защитных элементах лучше всего обращаться к деньгам дело в том что на них сосредоточены максимальная концентрация методов для защиты придуманных человечеством вот он короткий исторический экскурс собственно деньги появились из-за того что быть проводились очень крупные операции по купли-продажи и было неудобно размениваться металлическими деньгами первые бумажные деньги появились китае все принято так считать что китай в 7 веке не очень хорошо видно но это клише для изготовления векселей и сам отпечаток это китай 12 век собственно с тех пор на самом деле в печати принципиально ничего не изменилось то есть тут были печати до для долларов а тут доллар и да ничего не изменилось то есть есть форма она прикладывается бумаги остается отпечаток все но люди очень большие извращенцы они придумали очень много странных способов для защиты этих бумажек собственно на вот этом вот слайде изображены самые первые банкноты которые появились у нас на на территории руси если так сказать там есть и гривны там есть и кредитные билеты это примерно в они появились впервые в 18 веке иногда в некоторых странах появились раньше некоторых позже но здесь появились они 18 веке и обратите внимание на защитные элементы тут опять-таки не очень хорошо видно потому что надо приглядываться когда вы смотрите на деньги но в принципе защитные элементы с тех пор не очень сильно изменились но вернее не стали исполняться немного по-другому но выглядит они очень похоже на реально на сейчас деньги те что есть и сказать про будущее немного это не бумажные деньги это полимерные деньги некоторые страны их используют сейчас они очень крутые если вы их найдете потрогайте их обязательно они вода отталкивающие грязи отталкивающие их можно пачкать стирать и сделать с ними всякие непотребные штуки но в украине такого нет украине добавляют лен в деньги но это делают для удешевления потому что целлюлоза из которой делается бумага для валют она довольно дорогая и закупается за границей почему-то а в америке например ли он стали добавлять деньги уже давно для их укрепления кстати деньги у нас печатается не так далеко на банкно-монетном дворе это на левом берегу на экскурсию вас плане пустят это секретный объект но если вы захотите устроиться на работу вы знаете куда идти на этом слайде представлены самые большие банкноты вообще выпущенные человечеством например миллиард триллионов пенге это венгерская валюта это 10 в 21 степени опять-таки обратите внимание на защитные элементы некоторыми за этих валют сто лет но вот например вот эти вот 100 долларов они не сильно отличаются от тех которые есть сейчас в 100 долларов 100 тысяч долларов лучшая защита валюты это качество то есть если вы держите бумажку в руке то вы должны обратить внимание что они не должно быть размытого дрейка на ней не должно быть никаких потертостей пикселей и смазанности и тому подобное потому что это все очень контролированная сфера полиграфии и такую вещь не выпустят это понятно можно очень долго мучить классификации защитных элементов но важно сказать только то что они в принципе делаются на органолептические машиночитаемые органолептические это те которые мы воспринимаем своими органами а машиночитаемые это те которые мы можем просчитать только при помощи специального аппаратного обеспечения тут например представлена было евро который просвечивается при ультрафиолетовыми и излучения там происходит специальная печать ультрафиолетовыми красками по поводу элементов защиты которые распространены практически на всех валютах я хочу обратиться к шевченком при том к самым последним шевченком это новая валюта 2014 года у меня она есть она красивая и если у вас она тоже если можете ее сейчас достать я собирать не буду честно просто вам будет так нагляднее видно что на ней происходит как я разберу сейчас эту валюту будет разобрана вернее есть разобрана практически все валюты на сайте национального банка украины вы можете посмотреть если вам интересно в принципе можете достать вообще любые деньги потому что элементы они повторяются первые элементы которые выделяет национальный банк украины это элементы которые видны на просвет вы очень часто могли замечать когда продавщицы маленьких таких ларишках берут ваши деньги они сюда смотрят настоящее они или нет вот они ищут эти элементы в первую очередь на предыдущих валютах было видно очень хорошо черную ленту которую видно на просвет на ней еще написано название номинала очень часто и следующий элемент это конечно же водяной знак из изображением шевченко молодого стоит заметить что эти элементы они добавляются в валюту не при печати а при производстве бумаги вообще это процесс довольно простой да он немножко сполз но в принципе берется дерево из него достается цивиллоза добавляется туда наполнители красители и всякие прикольные добавки потом она все перемешивается с водой разравнивается на ленте и на вот этом вот этапе туда добавляются водяные знаки и вот эти вот ленты черные потом она каландрируется и сушится вот и все производство бумаги только после этого происходит сама печать вот это вот сгутер или дандироль с помощью его делают водяные знаки то есть это металлическая сетка на которую или проволокой или гравировкой нанесено какое-то изображение которое потом переносится на бумагу остается оставляя тоновые или векторный рисунок вернемся к нашим щенком это тоновое изображение шевченко и векторное изображение 100 гривен она четкая она не смывается и ничего с ним не сделаете разве что уничтожите саму купюру и последний элемент который видны на просвет он есть практически на любой валюте я в принципе не встречала просто валюты на которых их нет если посмотреть на просвет то вот это вот изображение 100 это одно и то же изображение разрезанное просто на две части и напечатанное с разных сторон валюты почему это сложно подделать потому что попытайтесь просто напечатать квадрат на принтере с двух сторон чтобы он лег один на второй больше объяснять ничего в принципе не надо я думаю следующая группа защитных элементов это те которые видны под углом есть например на новых банкнотах есть лента она полимерная такая же как те полимерные деньги у нее есть ярко выраженный кинематический эффект который создает эффект движения фона и надпись номинала собственно говоря также тут есть еще или пен элемент защитный spark изображение палитры и кистей который меняет свой цвет золотого до зеленого и есть еще очень интересный эффект о диай у него есть второе название называется латентное изображение то есть она проявляет себя только под определенным углом этот достигается разрезанием купюры и следующие защитные элементы это рельеф стоит заметить что все все документы и все печатные материалы которые защищают их печатают практически всегда высокой или глубокой печатью вот здесь вот снизу под купюрой нарисована форма высокой и глубокой печати получается как есть форма есть печатный элемент он или выступает за пределы формы или он углубляется в нее краска или на выступающем элементы или в глубине лежат и когда под высоким давлением бумага придавливается или форма придавливается бумаге но помоги остается отпечаток или от формы или остается рельефной ная краской если пощупать деньги то можно нащупать вот этим шарик раске и засохшие При любой другой печати такой эффект не достигается, и в принципе, при любой другой печати такого качества и такая линииатура не достигается. И также на 100 гривнах новых есть специальное обозначение для людей с недостатками зрения. Еще одни очень интересные элементы – это гелешные элементы, это гравюра, собственно, изображение Шевченко. Очень интересно, почему используют именно изображение людей. Считается, что если там было бы какое-то абстрактное изображение или там была бы какая-то графика или растение, то при любых искажениях это было бы не так заметно, как при том образе, который все знают. Поэтому у каждой страны свой образ, и они его всегда печатают, практически всегда. Еще одни элементы – это регистровые элементы. В любой валюте есть вот такие вот линии или серия линий по краям валюты. Если ее скрутить вот так вот, они должны составлять полный непрерывный рисунок и дополнять друг друга. Их можно скручивать в разные стороны, и это всегда должно совмещаться. Также очень много всяких способов печати, которые являются защитными элементами. Даже в 7 веке в Китае пытались использовать какие-то специальные краски, специальную бумагу, насколько она могла быть вообще специальной в свое время. А сейчас вот, например, один очень клевый дядя Орлов, он придумал орловскую печать и ирисовый раскат. Это два совершенно разных способа печати. При ирисовом раскатке краска перетекает из одного цвета в другой, а при орловской она, наоборот, совершенно не смешивается. И суть в том, что на этих 100 гривнах печатают и тем, и другим. Печатают и глубокой печатью, и высокой печатью делают тиражирование. Они засунули туда все, что могли, наверное. И вот здесь изображена гравюра и геляшинные элементы. Очень часто геляшинные элементы – это кривые без Е3-го порядка. Они используются на купюрах еще с 19 века, только тогда люди их вручную выбивали. Сейчас это делается при помощи программного обеспечения. Собственно, это все. Ну, я надеюсь, что после моей лекции вы отличите настоящую купюру от подделки, и у вас не случится такой истории, как у меня случилось. Жду ваших вопросов. Спасибо. Проблема в том, что если вы подделаете один какой-то способ, то останется еще куча других. Дело в том, для чего вы это делаете. Вот, например, я специально вынесла на слайд. Люди в России придумали, как обманывать банкоматы. Один парень разрезал 29 банкнот и вырезал из них по 5 миллиметров бумажки. И потом склеил дополнительно еще одну бумажку. И терминал принял все. И ту, которая составлялась из разрезанных. Дело в том, что терминал, когда принимает, там есть какие-то машиночитаемые, именно способы защиты, которые не объявленные. В принципе, национальный банк оставляет за собой право не объявлять, сколько способов защиты, потому что это элемент защиты. Если ты не знаешь, что подделывать, то ты его и не подделаешь. И, то есть, если человек знает, какие есть вот эти вот машинные элементы, он подделывает их. Очень часто пытаются подделать ирисовую печать или ирисовый раскат, как ее называют, при помощи других видов печати. Но это тоже нужно специальное обеспечение. То есть, если вы напечатаете это на принтере, то будет видно. Как минимум, потому что при печати создастся какой-нибудь муар, какой-нибудь растр поплывет не в ту сторону. Подделать, наверное, проще всего водяной знак, потому что его можно просто напечатать, как изображение, какими-то красками, которые будут плотнее на солнце. Я знаю, что такое делали, но поскольку я знаю, что такое делали, значит, подделывали недостаточно хорошо, и это все-таки, в конце концов, обнаружили. Паршу червя выписано в водяной знаке? Нет, в первую очередь советую смотреть на сам рельеф купюры, потому что вы должны заметить кучу разных видов печати. И смотрите всегда на раз и геляширные элементы, напечатанные ирисовой печатью, потому что можно сымитировать очень тонкие элементы, которые геляшированием создаются. Можно подделать вот этот вот раскат ирисовый тем, что просто растром. Там получается как? При печати защищенных на ипродукции печатают не растровые изображения, а векторные. То есть не те, которые из пикселей состоят, а те, которые состоят из непрерывной линии. И для этого используя специальные технологии растрирования, это когда вот это вот векторное изображение делится на какие-то ячеечки, потом накладываясь, сделает свое изображение, то когда речь идет о геляширных элементах, их практически невозможно подделать, если они выполнены ирисовым раскатом, потому что сымитировать и тонкий элемент, и плавное перетекание цвета невозможно. Элементы будут или линейными, или перетекать. Все. А почему я не могу себе в гараже сделать, чтобы там не печатало ирисовую печать, но поставить именно это? Можешь. Ну а почему вы всегда говорите, что те, кто подделывают деньги, именно подделывают ирисовую печать, а не используются деньги настоящие? Ну, хорошо. Даже если у вас будет такая же форма, и у вас будет вот машина для ирисовой печати, то есть еще куча реально необъявленных способов защиты, и нужно иметь не просто ирисовую печать, нужно иметь печатную машину для высокой печати, для глубокой печати, и еще нужно делать где-то бумагу. Такой вопрос. Вы же рассказали про множество способов защиты. Это, наверное, стоит очень дорого, и оборудование дорого. Безумно дорого. То есть, может быть, что у нас себестоимость печати гривны превышает стоимость гривны? Да, и даже себестоимость производства гривны превышает стоимость гривны. То есть... Для того, чтобы напечатать деньги, вы должны заплатить много денег. Получается, так сказать, зачем надо напечатать одну гривну, если она стоит больше, чем сам номинал? Это нужно обращаться к экономистам. Я полиграфист. А куда делаются поддельные деньги? Если, например, банк находит поддельный... Банк их изымает и уничтожает. А если подавщица находит... Она должна обратиться к банку. И тогда, насколько я знаю, открывается прямо уголовное дело и ищется человек. Вот, например, вот этот человек, который засовывал вырезанную валюту в терминал, то нашли его по номеру счета. Ну, да. То есть человек так задолбался и так попался. Что ж. Если себестоимость гривны меньше, чем ее производство, почему мы так медленно переходим на безналичный расчет? Дело в том, что безналичный расчет – это вообще отдельная тема. На него могут позволить себе перейти только маленькие и богатые страны. Вот, например, в Сингапуре, например, я знаю, что там вроде около 68% всех транзакций проводится при помощи электронного расчета. И о том, что мы сейчас не можем позволить себе устроить оборудование для того, чтобы это все совершать. И плюс способом взломать гораздо больше, чем способом напечатать. Если это все, ребят, то спасибо большое, ребят. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok